всех приветствую сегодня приобрел себе болгарку взамен сломавшийся у меня была gvs 850 c и с регулировкой оборотов отжила на пять лет и будут полученных обучилась подшипники полетели у нее не знаю есть ли смысл ремонтировать посмотрим приобрел можно сказать что это следующее поколение gvs 9125 с с означает то что она тоже оснащена регулировкой оборотов соответственно как здесь указано 900 ватт мощность 11000 оборотов в минуту без кожуха она весит 1 и 9 килограмм собственно все наверно что есть указано ладно перейдем самой машине инструкцию кстати почитайте очень интересно там конкретно написано что как для шлифовки бетона для шлифовальных работ ну естественно по металлу порезки и так далее все она это осиливает то есть чтобы не было таких случаев когда в сервисе когда вы приходите там со всей пыльной болгарки говорите у меня подшипники сломались а гарантия еще не истекла вам не отказали в ремонте потому что были такие случаи говорили что не целевое использование вы там бетон шлифуете а это уже не гарантия это все предусмотрено все это указано кожух стандартный с шестигран под шестигранник регулировать только с помощью ключа ключ тоже стандартный к нему прикрепили шестигранник раньше шестигранник шоу отдельно рукоятка вообще дешманская без каких-то перфораций так сказать то есть просто гладкий пластик без вы мудряните провод обалденный мягенький классный как у всех больше за чо я их и люблю так что у нас соответственно прижимные гайки стандартные засечками все ништяк диски можно от руки закручивать откручивать без проблем корпус изменили на более тонкий дело в четырех кажется миллиметрах поправьте мне если ошибаюсь буквально в каких-то миллиметрах не знаю устало ли удобней пока что-то вот я не пойму вот уже прикрутил я тут часок в руках ну пока не пойму надо поработать ну как бы дискомфорта нет удобства особенно да она потоньше стала но посмотрим ну тоже блокада шпинделя стала другая стала прямоугольная была круглая вот блокируется шпиндель вот эти тоже направляющие для кожуха стали цельнометаллическими раньше были пластиковыми заменили они там шестерни эти всеми нелюбимые прямые были стали косые у меня с ними никогда проблем не было я не знаю что там нужно чтобы они сломались быстрее гораздо подшипники ломаются из плюшек я сам не ожидал покупал я ее именно за счет того что это больше есть регулировка оборотов мне это надо для работы ну потому что можно подкинуть сюда и чашечку какую-нибудь уменьшить на троечку поставить пошлифовать в некоторых случаях меня такое было что где-то вот но не могу я 125 пятым диском дайте там по металлу что-то работал взял кожу снял там 180 поставил там отрезал аккуратненько и убрал но если с надо менять обороты поэтому вот прям преимущество я как бы даже не рассматривал к покупке без регулировки ну это просто не универсально опять же там черепахами шлифуешь плитку много полно работ вот который требует регулировки так на чем я становился щетки у нее получаются с выстрелом одна щетка с выстрелом ну собственно предохраняются ребята это хорошо вот да вот и я когда я купил стал инструкцию следовать и порадовался потому что у нее есть защита от преднамеренно от непреднамеренного пушка и сейчас я вам это покажу это вообще прям я очень порадовался потому что это классная штука вот мы и включаем вот мы ее выключаем из сети вот она у нас включена вот я ее включаю кнопка включена но она не работает выключаю только повторное включение вообще прям красавчики на самом деле корпус редуктора существенно уменьшили это классно это хорошо потому что бывает да что нужно подлезть куда-то при этом здесь остался такой здоровенный набалдашник я думаю что он примерно таких же размеров как и был поэтому совсем уж куда-то там в дырочку не залезешь но тем не менее прикольненько вот но здесь у нас наклеечки как мне многие пишут что это поддельный борщ да ни хрена там тут вот есть штамповки вот и посмотрите также видео которые снимают сам производитель у них такие же точно болгарочки я не знаю что еще про нее больше рассказывать пойду пущу ее в расход и тогда уже посмотрим что будем дальше с ней про нее рассказывать все всем пока